У микрофона Ольга Балезина и это Красоты Радио. Миндальное из семян шиповника, масло горчицы, облепиховое, тыквенное из семян томата. Настоящий бум сейчас переживает производство масел. Продукт этот древний и широко используемый, но употреблять в пищу его человеку долго не приходило в голову. Индусы использовали масла в религиозных обрядах, греки лечили ими кожные заболевания, римляне втирали волосы. Конечно, использовали для освещения. Редкие древние народы, которые масло употребляли в пищу, ценили долгую выдержку, иногда даже вековую. На Руси в старину у хозяек в ходу было льняное или конопляное, его добавляли в каши. Подсолнечное масло появилось у нас, как принято считать, благодаря Петру Первому. Еще лет 20 назад оно в нашей стране было едва ли не единственным на кухне, а затем увлечение зожим вообще превратило масло и любые жиры в главный кулинарный страх. Теперь мы возвращаемся к разнообразию масел, как минимум на полках магазинов. Фитнес-тренер, нутрициолог Мария Казакова говорит, что на жиры должна приходиться довольно значительная часть рациона. Ну, я считаю, что примерно 30% в рационе должны быть жиры. Но они должны быть правильные, то есть жиры, они тоже бывают разные. Что подразумевается под правильными жирами? Да, это включать в рацион рыбы, орехи, масла, авокадо. В заботе о себе хочется выбрать наиболее вкусное, наиболее полезное. Как это сделать? В правильном питании, конечно, самое такое распространенное среди среднего класса населения – оливковое. Но также очень много и других полезных масел, которые не уступают ни по каким параметрам – оливковому маслу, кокосовое. На нем можно как готовить, так и в косметологических целях. Рапсовое масло тоже, насколько мне известно, оно очень широкое в употреблении. На нем можно как готовить, так и в медицине его используют, так и в косметологии. Кому что нравится и по вкусовым характеристикам, потому что все люди разные. Но даже одно и то же масло бывает разным у разных производителей, а еще может быть рафинированным или нерафинированным. Как выбирать, что лучше? Если это, допустим, масло используется для заправки салатов, можно выбирать одну группу масел. Если мы, допустим, хотим это масло жарить, выбирать масло с высокой точкой дымления, в совсем разнообразии масел, можно экспериментировать, так сказать, по заправке салатов. Когда-то заправить его оливковым, когда-то кунжутным, рыжиковое масло есть. На Кировском рынке недавно появилось рапсовое масло «Унши». Это продукт местного производителя Лебяжского завода растительных масел. Весь цикл производства масла находится под контролем, начиная от посева рапса. Производитель не использует химических растворителей, благодаря чему сохраняются полезные природные вещества и вкус натурального чистого продукта. Упаковывают его в непрозрачные стеклянные бутылки, как и рекомендуется правильно хранить масло. Многие кировчане уже успели попробовать рапсовое масло «Унши» даже как эксперимент. Разнообразие вкусов – это тоже важная часть нашего питания, считает нутрициолог Мария Казакова. Питание, оно должно быть разнообразным, чтобы получать эстетическое удовлетворение от еды. Когда ты в какой-то системе правильного питания находишься, что когда ты кушаешь вкусно, красиво и разнообразно, то ты не рассматриваешь это как диета, не думая, что, господи, когда это все закончится, я нормально наконец-то поем. Ты себя хорошо чувствуешь, в отличном настроении, как-то ты удовлетворен, как ты питаешься, и, соответственно, ты можешь так питаться долго. Любите себя, питайтесь чисто, пробуйте новые продукты. Если они полезны, создавайте полезные привычки. И заходите на Унши РФ, там есть рецепты и карта точек продаж. ООО «Лебяжский ЗРМ». Юридический адрес 610-002, Кировская область, Киров, Уридского, 12, офис 4. ОГРН 115-43-500-03-840. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова